Одинцовский район давно стал центром притяжения спортсменов по акробатическому рок-н-роллу из разных регионов. В этом году и в прошлом году прибавилось клубов областных, появились новые регионы. И они появляются благодаря тому, что растут, во-первых, специалисты, но спортсмены вырастают в тренеров. А Федерация областная их отлавливает, ну точнее как, не дает им никуда исчезать из вида спорта, поддерживает, развивает. Сейчас мы вступили в тесные отношения с Московским областным государственным университетом. И со следующего года там будет у нас читаться факультатив по акробатическому рок-н-роллу. Еще целый ряд действий, которые мы делаем. Ну и как следствие, естественно, и на соревнованиях, это же показатель всей этой работы, количество спортсменов, количество тренеров. Оно, безусловно, растет, растет, растет. Одинцовский клуб «Кристалл» считается одним из лучших в области. А его воспитанники уже несколько лет выступают за сборную Московской области в этой дисциплине и показывают высокие результаты. У нас, конечно, есть лидеры в А-класс, микс, юниор и юниорки, в формейшенах, в девушках, ну и там в других дисциплинах. Ну, сейчас трудно так, может быть, до миллиметра сказать, но везде есть шансы. Акробатический рок-н-ролл – технический вид спорта. Программу спортсмены не перестают оттачивать даже перед выходом на паркет. Судьям приходится тоже непросто. Выступления динамичные. На сцене могут находиться сразу несколько пар или участников. Нужно увидеть каждого и отметить технические ошибки. Самая главная ошибка у нас, самая значительная ошибка – это не музыкальное исполнение. Чего угодно. Либо основного хода, либо акробатических элементов. Либо это в паре, либо индивидуально, либо это в команде. Вот если это не музыкальное, не соответствует музыке акробатического рок-н-ролла, не музыке даже, а ритму. Четыре четверти. Там очень четкое должно быть попадание в доли. Если вот это, значит, не происходит у спортсмена, тогда идет существенное снижение оценки во всех критериях. И в композиции, и в хореографии, и в акробатике. То есть везде понижение оценки. Поэтому если спортсмен хоть что-то делает не в музыку, то там идет уже значительное снижение оценки. Даже если он технически что-то делает неправильно, но он по ритму правильно делает, тут есть уже возможность у него пройти в следующий тур. Спортсмены из Калужской области не пропустили еще ни одни соревнования в Одинцово. Клуб молодой, но воспитанники демонстрируют хорошие результаты. Нам четыре года, поэтому нам такие соревнования очень важны. Мы на них все время приезжаем, потому что здесь мы, скажем, учимся, потому что у нас совсем молодая организация. Высокая конкуренция повышает мотивацию спортсменов. Они выкладываются полностью, чтобы завоевать заветные кубки и медали. В этом виде спорта побеждает не просто сильнейший, а тот, кто технически безупречен. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok